Здравствуйте дорогие друзья! С вами вновь Алексей Шарапов и сегодня решил вот снять небольшой ролик и поговорить в нем о черенковании цветов. Черенкование в принципе попробовали заниматься с Ириной в прошлом году, но в прошлом году сезон у нас прошел можно сказать провально. Выжило всего два что ли маточника, и то ели-еле, хворали-хворали, в общем полный провал был. Стали черпать в интернете из различных источников знания и нынче уже как бы результат более хороший. Вот и об этом поговорим. Провели несколько экспериментов и сегодня с ними, с этими экспериментами вас познакомим. Итак, друзья, продолжим наш разговор по укоренению черенков цветов. Сейчас в интернете много информации про красный вермикулит. Вот приобрели и мы серийную такую вот пачечку, упаковочку 10 литров, и уже первый пробный эксперимент я поставил. Выпускает данный вермикулит татария. Здесь вот написано, что произведено в Елабуге. Вот, может быть там фасуют просто зернистость фракция вот этого данного вермикулита. Я бы сказал, что средненько рекомендуют везде в интернете. Тот, кто уже... Я некоторые ссылки, наверное, внизу ролика дам. Вот, рекомендуют крупную фракцию, так как она более воздухопроницаемая, не слеживается. Вот, пыль вообще не годится. Вот, но это средненькая. Я попробовал и мне вот первый наш опыт меня вполне устроил и нравится. Сейчас вот мы рассмотрим три вида наших черенков. Вот, раз, это Алиссу, Snow Princess. Вот, здесь вот различная петуния. Это, как бы, торфяной грунт и сверху песок. Слой песка примерно 2 сантиметра, ну, полтора ли. Вот. Здесь точно так же. И вот сейчас мы посмотрим, какие образовались корни в грунте и какие корни образовались в вермикулите. Но здесь я хотел бы еще сразу оговориться. Вот это вот то, что в вермикулите всего рассаде 2 недели, а здесь вот, вот этой вот, вот этим черенкам уже целый месяц. Сейчас мы аккуратненько вынем и посмотрим, где корневая система лучше, как она развилась. Ну, в принципе, вот через стеночки, я думаю, что на камеру плохо будет видно. Да, на камеру плохо видно. Сейчас посмотрим. Вынем. Вот. Но в лупу я вот смотрел через прозрачные стенки. Мне показалось, что в вермикулите корневая система развивается гораздо лучше. Сейчас посмотрим. Так, и вот, друзья, я достал первый комочек. Это у нас Алисум Сноу Принцесс, который находится на черенковании уже целый месяц. Как видите, вот сверху тут песочек, и тут вот грунт с добавлением торфа. Корешки вот снизу уже видно. Итак, образовались, есть. Сейчас вот разделаем и посмотрим. Уже покрупнее я сделаю, что там образовалось, как наросли корешки. Но еще раз повторяю, это целый месяц. Вот этому, значит, черенку и вот этому целый месяц. А здесь вот, потом посмотрим в вермикулите, какая разница. Здесь только две недели. Вот смотрим. Вот корешки. Корешки слабоватые. Есть, но слабенькие. Вот сейчас посадим, посмотрим следующую пятуньку. Вот такая картина. Корешки на некоторых образовались. Очень слабенькие. Это я повторяю, целый месяц. Вот. Выбрасывать не буду. Черенок как бы не пропал целый. И я сегодня его воткну в вермикулит. Видите, вот. Есть на самых кончиках малюсенькие совсем корешки. Кое-где чуть получше. И вот, друзья, в красном вермикулите. Вот смотрите, какая большая разница. Я и так уже вижу, корни дошли до самого низа. Хотя еще и слабенькие. Но всего две недели прошло. А они вот уже корешки. Вот камера сейчас сфокусируется. Видите? Сейчас растеребим, посмотрим. Здесь, правда, немножко другое лисом. Я не знаю, как точно сорт называется. Вот. Но здесь не снова принцесс. Хотя тоже вегетативный. Вот здесь уже корешки. Более-менее нормальные. Я считаю, за две недели. Вот. Видите, какие нормальные корешки образовались. Ну что ж, считаю, что опыт с вермикулитом прошел положительно. Вот здесь вот у меня еще с краю пятуньки. Вот тоже, видите, какие корешки образовались. Да? Радут. Вон какие. Нормальная корневая система. Сами видите, какая разница большая. Здесь, повторяю, всего две недели. А здесь вот целый месяц прошел. В остальном условия были абсолютно одинаковые поливы. Под цветом одинаково находились. Под лампами. Ну вот такая вот разительная разница. Значит, красный вермикулит рулит. Но еще оговорюсь, прежде чем черенковать в красный вермикулит, как и учил там человек в этом ролике, мы пролили этот вермикулит раствором корневина. И уже потом в этот пролитый раствором корневина вермикулит садите наши черенки. Вот смотрите, друзья, какие красивые получились корешки за две недели. Они очень хорошо извлекаются. Какие-то завалили. И вот, собственно, рыхлый такой вот остался вермикулит. Он несколько потерял, конечно, влажность. Но увлажним. В общем, экспериментом я доволен. Нормально получилось. Итак, друзья, вот смотрите еще раз. Вот последнюю распечатаем. Вот месяц стояло. Видите, как бы уже и начали образовываться корешки. Но вот всего вот такой вот. Это вот грунт. Грунт и чуть-чуть песочек сверху. Видите? На вид вот такие вот. Они череночки хорошие вроде. Очень. А корневая система наросла плохо. Во всяком случае, то, что вот в вермикулите и то, что в грунте с песком, разница поразительная. А ведь в вермикулите всего две недели. А здесь уже у нас вот эти череночки целый месяц стоят. Что-то совсем чуть-чуть. Здесь побольше. Может, оборвались, конечно. Ну вот на некоторых более-менее мочка все-таки образовалась. Может, действительно обрываем частично. Грунт растрясается гораздо хуже, чем вермикулит. Но вроде стараемся аккуратненько с боков. Ну и попутно, друзья, добавлю. У многих, кто вот конкретно черенками занимается, организовывают специальные такие череночники или хотя бы тёплый пол в такую подставочку для черенков. Вот я прикупил тоже, посмотрел различные конструкции. Кто-то к отоплению приделывает, кто-то вот покупает вот такие вот тёплые полы инфракрасные. К ним идут в комплекте изоляция вот такая и две клеммы, которые в свою очередь будут вот сюда вот к медным шинкам крепиться. Подключается всё это к сети 220. Ну и ещё сюда же я прикупил дешёвенький, сейчас покажу, терморегулятор. Вот такой вот самый дешёвый взял пока что. На пробу посмотрим, что будет. Есть цифровые. Я пока вот самый дешёвенький, механический взял. Вот такой вот терморегулятор. Настраивают обычно температуру, какая нужна, ну, к примеру, от 20 до 24 градусов. Всё. Снизу делают ящик, снизу пенопласт, сверху в фольгу делают, чтоб инфракрасное излучение назад не шло. И всё, ставят свои вот эти баночки с череночками в этот ящик. И под свет. Но об этом вот завтра я, наверное, займусь, сделаю этот ящик и, наверное, сделаю отдельный ролик. На этом я с вами прощаюсь. До следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok